Всем привет, с вами Галактики, и сегодня мы посмотрим с вами на игрушку под названием Альбион Онлайн. Это ММО-песочница с открытым миром, с хардкорным PvP, с хардкорным крафтом, развитием. Вообще, лютая игрушка в плане своей хардкорности и задротства. Давайте мы вот так вот просто глянем на секундочку на дерево развития. Вот оно, вот такое, ветвистое, чем-то похоже на дерево развития в Path of Exile. Отличается единственное тем, что здесь в игре нет никаких уровней. Прокачка вашего персонажа идет в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Воюете, например, с луком, да, вот я сейчас бегаю с луком в легкой броне, и качается у вас, соответственно, навык лука и легкой брони. Дальше потом пойдет развитие на... можно будет выбрать луки, копья, какие-то посохи, кинжалы, еще какие-то посохи. Что это такое? Шест, боевой шест, посоха этим... монахом таким с шестом можно стать. Или он даже факел необычный, такой, так как оффхенда идет в левую руку. Вот, но тоже прокачка на него есть, дает боевые бонусы определенные. Ну, или там, например, можно прокачать себя мага, сделать в тяжелом... плейтовой, в тяжелой броне. Легкий кожаный шлем, вот, легкий железный. Он легкий, но все же железный шлем. Это чисто магические такие клевые шмоточки. Вот, ну или, например, можно сделать воина себе в какой-нибудь тяжелом тканевом шлеме, да. Вот такие варианты у нас есть. Или в тяжелом кожаном шлеме с какой-нибудь алибардой, с топором. Ну, алибарды, по-моему, у нас, да, через разбойников открываются, да. Вот. Ну, собственно, прокачка персонажа просто потрясающая. Мне нравится тем, что нет никаких ограничений. Крафт, все, ну, практически, ну, большинство предметов производится самими игроками. Собираются ресурсы, все это крафтится. И, соответственно, сейчас у нас идет пятый день закрытого бета-теста. И шмоток хороших на аукционе просто нет. Они все уходят с агильдийцем. И топовые шмотки, ну, топовые, это там где-то терпятые сейчас, да. Может быть, до шестого где-то кто-то там докрабил, не знаю. Ну, вот. Но они, собственно, на аукционе не стоят. Вот. Вот, например, можно пойти в фермерство, в животноводство, там, в сбор ресурсов, например. И в сборе ресурсов у нас тоже тут прокачка десятиуровневая. Ну, в общем, да. Игрушка довольно интересна еще тем, что идет на мобильных устройствах. То есть, кроссплатформенная игра такая, да, идет на ПК, на Линуксах, на Маках и на Андроидах и iOS. Причем не обязательно иметь планшет, я вот играю с телефона. Ну, у меня телефон, правда, с шестидюймовым экранчиком, да. Вот. И, в принципе, мне довольно комфортно, можно вечерком, там, перед сном пофармить каких-то ресов. Вот. По поводу, например, ПВП. ПВП, как я сказал, тоже довольно хардкорное. У нас есть, ну, балоки, да, где ПВП нет, здесь все крабят, но здесь только ресурсы можно собирать до четвертого тира. Максимум сейчас, на данный момент, по-моему, восемь тиров в игре ресурсов. То есть, соответственно, крафт тоже восьмым тиром ограничен. То есть, четвертый тир, это, ну, средний уровень развития. Чтобы собирать более качественные ресурсы, нужно идти в более опасные зоны. Самые опасные, вот это вот, черные локации, это открытая ПВП, совершенно ничем не ограничивающая вас. При смерти вы в этих локациях теряете все ваши вещи. Их могут подобрать другие игроки. То есть, фулл лут, все деньги с вас дропаются, вот, все, все прям очень шикарно и годно сделано. Ну, может, деньги там не вся, какой-то процент, я вот, кстати, не знаю по этому поводу. Например, в вот этих красных локациях тоже с вас падают все вещи, но противников, которые флагнулись, да, ПК-шеры, вы их видите на карте, на мини-карте, их видно. Также видно их вот в этих зонах. Тут такое лимитированное ПВП, здесь идут штрафы нападающим. Здесь их тоже видно по всей карте. И в этих локациях вы только ломаете ваши вещи, они не падают, то есть, не остаются противнику, который вас убил, да. Вот. То есть, довольно интересная такая система. Конечно, заточена больше на клановые такие заварушки. Вот. Но все равно довольно интересно. Вот. Сейчас я бы хотел, пока я тут бездельничаю немного, я улучшил свой островок. Давайте посмотрим до второго уровня. Следующий уровень, третий. Можно будет построить еще одну ферму и еще два здания. Нужно на это 44 тысячи серебра. Также по поводу серебра-золота у нас игрушка фритуплейная будет. Будет фритуплейная. Через месяца 4 начнется ОБТ и, собственно, можно будет всем в нее бесплатно поиграть. Сейчас идет закрытый бета-тест. Можно попасть в игру, купив только пак основателя. От 30 до 100 долларов на выбор, там, один из трех. И премиум тоже как бы в этот пак входит. Соответственно, премиумы будут тоже и в дальнейшем. И что самое классное, то, что так же, как вот и фактически система похожа на EVE Online во многом. Вообще игра похожа на EVE Online во многом. Ну, понятно, что не в плане космоса и кораблей, да? В плане геймплея. В то, что здесь серебро можно конвертировать в золото и покупать тот же премиум себе. Ну, то есть, фактически подписку, да? Ну, потому что без премиума оно грустненько играть будет все же. За игровую валюту. То есть, вот можно за 47 тысяч купить себе премиум на 30 дней. Но цены написано, да? Что зависит от ситуации на рынке золота. Каком-то рынке золота, которого мы не видим, которого мы не знаем, да? И мне кажется, что эти цены, ну, конечно же, должны будут подняться на ОБТ. Потому что, ну, 47 тысяч это, ну, ничего. За пару дней можно нафармить. Ну, с другой стороны, премиум тут как бы... Не, ну, что-то дает полезного. Ладно. Не что-то, а дает неплохо полезных вещей. То есть, есть шанс на то, что вы соберете не один там камушек, а два. И причем, ну, шанс весьма хороший. Вот. Так. Да, я хотел на остров попасть, на свой. Если там уже строительство закончилось. Если меня сейчас не выгонят, его не выгнали. Хорошо, посмотрим сейчас, что у нас на нашем островке. Я построил дом, улучшил его уже до второго уровня. По идее, да, книжечку заполнил уже. Построив первый дом ваш, вы можете нанимать у рабочих в вашем доме. Вот один рабочий на работе у меня, да, Александр. Александр у нас дровосек. Пошел за дровами, вернется через три часа, говорит. Саймон, он у нас сборщик руды. Для того, чтобы отправить его на работу, нужно у него прикупить журнальчик. Он его продает. Ну, сейчас уже не продает. Я не могу купить, да, наверное. Да, наверное, никак не куплю. Вот. Но он продает журнал, который мы покупаем. И, ну, там, что-то дешево, по-моему, с этими скидками, которые сейчас тут на все, ну, за счет, наверное, как раз за БТ идут скидки. Там чуть ли не 50% на все строительство. Ну, в плане денег, да. Вот. Купив этот журнальчик, вам нужно его заполнить на 5000 очков славы. Совершая любое действие, убивая любого моба, например, там, или собирая ресурсы, вы получаете славу. Эта слава идет как раз вот за счет ваших, ну, вашего развития в той или иной, там, специализации, чем вы там пользовались, например, убили моба из лука, получили там сколько-то славы. Она вот записалась сюда, что вы убили из лука. Точно так же собрали руды на 5000 славы. И книжечка заполняется, ее можно принести нашему работнику и отправить его. Он через 8 часов принесет мне вот столько вот руды. 166 или 167. Руды второго тира, потому что он тоже у нас второго тира, не прокачанный. Совсем. Ну, в общем, отправляем его на работу. Пусть идет. Вот. Им тоже нужно кровати ставить, чтобы у них настроение было хорошее. Чем лучше настроение, тем лучше они работают. Вот. Трофеи еще нужны. Ну, трофеев я пока не видел. Можно будет ставить. То есть, у меня какой-то там стоит трофей. Сертификат основателя я получил. Но он ничего не делает. Написано. Вот. Как-то так. У нас вот второе уже поле есть. Можно морковкой его засадить какое-нибудь, например. Так. Что, будем сразу поле строить? Или давайте мы посмотрим. Я хочу, во-первых, сейчас построить себе вот это вот все здания, которые мы можем строить. Разделены на четыре категории. Здания, которые связаны с переработкой ресурсов. Это вот в экономике фермерства. Всякое разное. Мельницы там всякие. Конюшни, сады, пастбища и все остальное. Верстаки разнообразные. Кузни, магические башни, охотничий домик кожаного. Ага, понятно. Это дома наши. И ратуша на 10 жителей и 15 предметов мебели. Ратуша здоровенная такая очень. Вот, я хочу сейчас построить, наверное, некоторых животных превращают в ездовых. Нет, мне конюшня сейчас не надо. Мне надо, наверное, сначала пастбище, чтобы вырастить. Чтобы вырастить, да, в животное. Вот, посмотрим. Оно на участок с фермой строится? Да, оно строится на участок с фермой, к сожалению. Поэтому две фермы не получится поставить. И пастбище. Но ничего, мы ставим, да, платим 100 копеек. И теперь нужно все это дело ресурсами заложить и построить. Сейчас покажу тоже процесс строительства. Вот, наверное, стоит определенно рассказать по поводу шмоток. По поводу развития персонажей. Вообще, об игре можно много чего рассказывать. Очень долго, потому что игра необычная. Скиллы у нас вот это вот, да, активные наши. Выстрелы, лечение, защита от контроля и вот ускорение. Вот, это сейчас центральный наш городок, где куча народа. Где куча всяких животных. Да. Может быть, мы вырастим кого-нибудь из них тоже. Так, нам нужно 30 вот этого вот камня, да. Так, ну вот, собственно, по поводу, можно как раз рассказать по поводу прокачки. Не по поводу прокачки, а по поводу одежды. Например, можно... Да, мне ничего не мешает. Вот сейчас вот взять и из лучника быстренько переквалифицироваться на воина ближнего боя. Переодевшись просто. И у меня будут сейчас совершенно другие обилки. Вот, у меня уже атаки мечом. Два лечения у меня здесь. Ну и спринт я беру себе всегда. При крафте любого предмета, да, можно выбрать те или иные обилки, которые мы, скажем так, вставляем в этот предмет. То есть тут нету такого, что вот вы там прокачались и взяли себе какую-то обилку. Здесь обилки ваши, все умения, навыки активируемые. Ну, короче, все зависит от именно шмота. Вот. Вот, теперь я снова лучник. Вот так вот просто классы меня не... Мне очень нравится то, что просто не нужно себе создавать там десятки мультов, если хочется попробовать все навыки. Можно все это сделать одним персонажем. Очень-очень удобно. Ну, вот, например, на... По-моему, здесь что-то есть. Аксессуары. Плащ. Нет. Плащ без заклинаний идет. Ну, на примере вот крафта магических всяких штуковин. Ну, я себе скрафтил огненный посох. Можно выбрать... Ладно, тут нельзя выбрать. Например, вот здесь вот можно выбрать. Есть слотики с заданными обилками, да, привязанными к оружию. А есть слотики там, где мы можем выбрать заклинания. Можем в этом посохе поставить или атакующее заклинание, или дополнительное исцеление. Ну, это хилерский посох с двумя лечилками. Вот. Ну, точнее, с одной лечилкой, а второй... Ну, короче. Ну, и также с броней. С броней. В броню можно поставить, например, магическую эту... Или отбрасывание, или исцеление ран, которое можно только вне боя использовать. Или айсблок. Неуязвимость к урону снимает с себя все отрицательные эффекты. Вот. Ну, и также дополнительную, например, можно поставить, чтобы наносить больше урона. Например, на те же сапоги очень классная штука. Это всегда там ставлю себе грузоподъемность повышенную. Вот. Очень удобно. Ну, и тоже всегда бег пока что ставлю. Тоже классная штука. То есть на шапку тоже там какие-то свои. Ну, это чисто магический, если так смотреть. У воинов другие совершенно навыки. То есть все-все-все от шмота зависит. И чем выше уровень, как бы, вещей, тем там больше будет. То есть, например, на втором тире у меня было всего там 2 атаки в луке. На третьем тире у меня 3 атаки в луке. Ну, дальше там не знаю. Может, и не будет 4 их и 5, да. Но они могут и меняться. Можно будет там сами эти обилки менять. Ставить те, которые больше нравятся. Или те, которые больше нужны под данную ситуацию. Вот. В общем, в этом плане очень все интересно сделано. Мы пойдем, может, немножко постреляем в кого-нибудь, если время будет. Но сейчас я хотел бы закончить строительство. Строительство. По-моему, нужен был этот камень. У нас есть еще как раз вот 9. Но вот по поводу крафта. Вот то, что мне не нравится. То, что для того, чтобы сделать мне камень... Чтобы мне из песчаника сделать блоки песчаника, мне надо не только известняк, да, но еще и блоки известняка. Так, стоп. Блоки песчаника. Правильно, правильно, все правильно. Блоки не только песчаник, но и блоки известняка. И тогда мы получаем блоки песчаника. Точно так же со всеми материалами. Ладно, там это логично и понятно, в принципе, с... С бронзой. Первый тир мы собираем медь, второй тир мы собираем олово, третий тир мы собираем бронзовые шмотки. Ну, крафтим, да, и плавим их. Вот, там все понятно и логично. Но, точнее, это во втором тире мы крафтим, да, у нас есть олово, есть бронза, и получаем... Есть олово-медь, получаем бронзу. Вот. Но с камнем, например, с тем же деревом, да, чтобы получить нам доски из какой-нибудь там сосны, нам нужны березовые доски зачем-то. Вот, какая-то такая система, но... Будем бороться с ней. Будем бороться. Так, чтобы мне сейчас переработать камень этот, мне нужно куда-то пойти. Да, вот тоже вот, и тоже интересный очень момент, это город. В городе НПЦ только дают вам квесты, вот здесь вот стоят. Ну, это основные города, есть нубские города, там, где есть НПЦ и мастерские НПЦ. Но они там ограничены третьим уровнем. Чтобы иметь возможность перерабатывать и крафтить, перерабатывать ресурсы и крафтить всякие штуковины выше третьего уровня, нужно уже идти в эти города, и здесь мастерские куплены другими игроками, и вы, пользуясь этими мастерскими, платите им, как бы, за услуги мастера. И причем процент, сколько вы им заплатите, они выставляют сами. Вот, например, тут отличный пример, вот здесь. Здесь мастерская каменолома, короче, каменоломни, 155% выставил человек. Если пройти немного дальше, здесь уже 999%. Но, фишка еще в том, что этих мастеров, в этих мастерских, нужно кормить. Поэтому, если владелец забьет на вот эту мастерскую, да, и не будет приходить... Мы можем сами покормить, кстати, да. Давайте, пойдем посмотрим. Я сейчас проверю, камень, камень, камень взял, один, второго мало взял. Давайте мы возьмем еще... У меня нету, да, блока второго? Ничего, сейчас возьмем, переработаем за одно. Так, погнали. Вот, все такое крупненькое сделано, как вы понимаете, для того, чтобы удобно было играть на мобильном. Но на мобильном, конечно, в какое-то серьезное ПВП там не залезешь. Это... Ну, на мобильном точно. На планшете еще может быть, да, но на мобильном там все слишком мелко будет. Так, ну, его мы можем покормить. У него даже есть любимое блюдо. Салат с бобами. Но я пока не делал. Хотя у меня есть уже бобы. Ну, короче, в любом случае мы пока что... Давайте. У него пока дешево и... Ага. И он устал. Да. Дешево и он устал. Все хорошо. Все хорошо. То есть, крафтить я сейчас больше... Мастера устали. Дайте им немного отдохнуть. То есть, мне теперь нужно идти искать другую мастерскую. И я могу, в принципе, вот этой вот воспользоваться. Там где 999% нужно платить жуликам этим. А, им тоже, по-моему, не могу воспользоваться. Нет, могу. Ну, вот, например... Блин. Вот. То, о чем я говорил. Чтобы скрафтить камни третьего тира, мне нужны камни первого тира. Из которых я делаю камни второго тира. И потом я уже делаю из камней второго тира камни третьего тира. Вот эта вот система, конечно, немного вымораживает просто. Меня лично. Вот. Ну, на самом деле, как бы, собирать ресурсы не так сложно. Особенно учитывая то, что мы это можем делать, сидя в туалете, да? Так. Все оказывается немного печально. У меня нету камня. Этого придется пойти пособирать. Ну, нам немного надо. Нам нужно чутка, короче. В общем, пойду пока к себе на остров прямо. И там пособираю в тишине и в спокойствии ресурс. Сейчас пока нажму на паузу. Давайте мы отправимся на остров. Загрузки практически моментальные на компьютере. На телефоне подольше. Вон у нас камень валяется. Просто берем и собираем его. Вот. И все прекрасно. Сейчас я проверю, сколько нам чего надо для нашей фермочки. И будем потихоньку приносить ресурсы. Можно, кстати, даже вот эти, которые у нас сейчас есть, просто прийти и выложить. На строительство. Такс, 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 такс. Есть у нас немного этого. Ну, дерево, по-моему, у меня было такое в запасе. Если я его не потратил. И по 5 единиц мы вот так вот строим. Ну, или поскольку есть, да. Вот. Мне еще сюда 30 камней нужно насобирать. Ну, ничего, сейчас насобираем. И дерево тут тоже прямо вот мы взяли, порубили и взяли сразу и отнесли. С первым как бы тиром тут все просто. А вот дальше, дальше уже немного сложнее. Ну, хотя бы дерево там первого тира не нужно, чтобы второго тира дерево делать. Какая-то такая система странная. Ну, да ладно. Ну, вот. По поводу дерева, то, что я говорил. У нас тут есть неплохая мастерская. Всего лишь сколько процентов идет? Всего лишь 49 процентов мы платим. Но зато как бы у этих мастерских увеличен КПД. То есть у нас есть шанс, что мы получим 10 процентов ресурсов как бы обратно. Не израсходуем их. Для того, чтобы изготовить каштановые брусья, нам нужны каштановые бревна. И, как ни странно, березовые брусья. Причем в количестве один к одному. Как? Где логика? Я не понимаю, честно. Вот. Ну, да ладно. Сейчас мы сделаем брусья. Камни я вроде там немножко насобирал. Мне этого должно хватить. И пойдем быстренько достроим себе... Как она называется? Стоило, не стоило. Пастбище для животных. И посмотрим, как долго будут расти там животные. Вот и каменоломинка есть. Всего 50 процентов взнос берут. Сейчас доделаем себе... Как раз... Доделаем? Не доделаем. Все правильно, доделаем. Я забыл, что я уже загрузил сюда ресов. Вот. Собственно, что мне не понравилось очень сильно, да? Это вот крафт. Такое вот... Не совсем логичное какое-то, да? И мне не понравилось то, что на своих вот собственных островах мы можем строиться только в определенных местах. Вот мы улучшили остров, получили новый... Надел, как бы, дар для фермы. И он только вот в этом месте будет. То есть в другом никаком месте я ферму не смогу построить. Дом я могу построить только вот в этом месте. Тоже в другом никаком месте я построить его не смогу. И, по идее, все острова будут у всех одинаковые. Ну, оно-то, в принципе, не так критично, потому что их... Они такие виртуальные. На реальной карте их нету. Они у нас, ну, якобы находятся вот здесь, да? Но туда мы никак попасть не можем. Только через этого НПЦ. То есть на свой остров мы можем приплыть. И на остров своего друга там, ну, кому там... Сагильдийцам можно тоже попасть. Есть еще клановый остров, да? Ну, у нас есть, но сейчас пустует. Вот. Но, собственно... Они, ну, фактически виртуальные. По-другому вы никак на них не попадете. То есть, например, я не смогу попасть на вот эти вот острова никак. Пока, ну, я-то я там свой уже, по идее, не смогу построить. Потому что, вроде, только один остров я могу приобрести. Ну, в общем, как-то так. Давайте посмотрим, что у нас по информации здесь пишут. Могу выселиться. Никто напасть не может. Это понятно. Можно починить. Улучшить нельзя. Хорошо. Давайте сейчас тогда мы возьмем... Даже в PassiveXL добавили свои эти берлоги, да? Которые можно обустраивать, как захочешь. Что хочешь там строй, как хочешь там строй. А тут печально. Животные. Меня интересует бычок. И жеребенок, в принципе. Давайте мы сначала посмотрим по нашим навыкам, что мы можем сейчас. Можно использовать... Так. Вот. Доступные рецепты упряжного быка странника. Так. Можно использовать козленка. Можно ездить... Не ездить, а создать ездовую лошадь знатока. Для этого нужно вырастить... Животных. Двух. Ну хорошо. В любом случае, тогда давайте выращивать животных. Сколько, кстати, интересно можно их поставить? Мы возьмем, да, по дешевке одного бычка. Допустим. Правильно? Там как было написано. Сейчас мы посмотрим. Потратьте очки на учебу. 40. Или вырастить животных. Жеребенок или бычок. На... Ого. Животных. Животных. Ну, 40 очков, в принципе, можно будет и потратить, если вдруг. Че. Это не так критично. У нас очков где-то вон 633 есть там, да. Это получается вырастить или жереб... Короче, лошадей или быков на 7200 славы. Я не знаю, сколько за них будут славы давать и как их растить еще. Да, я никакие гайды не читал, ничего не смотрел. Это все неинтересно. В игре можно спокойно самому во всем практически разобраться. Так. Давайте. Ну, они дешевые, как бы, ничего не стоят, поэтому давайте одного. Так. Время роста. 22 часа. Еда. Плантс. Шанс на приплод скота 100%. Цена установки 0. Бычки вырастают в быков, которых можно превратить в ездовых животных. О. То есть мы их можем... Сейчас посмотрим, что мы можем. Морковка у нас тоже, по-моему, 22 часа растет еды. 0. 0. Еду положить сюда, да? А ну-ка, где моя морковка там? Сейчас пойдем посмотрим, сколько они есть будут и будут ли есть они эту морковку. Да ну зайди ты в этот дом дурацкий. И, например, вот эту штуку. Сейчас я перегруз немного двигаюсь медленнее. Сейчас мы ему еду выложим и все попроще будет. Так. Ну, на тебе морковки. А, ну тут смотрите, да? Рост на 100% быстрее. То есть за 11 часов он у меня вырастет. Ну нормально, в принципе. 36. 10 морковки сожрал. Ну, в принципе, да. Мы можем еще вон четверых. Четверых прикупить, да? Потом их можно на самом деле даже продавать. За кучу денег на самом деле они продаются. А можно, наверное, забить на мясо будет, да? Так, двух вот этих ребят мы купим. И двух вот этих ребят мы купим. Хорошо. И поставим сейчас. Установка тоже такая. Своеобразная. Давайте их лучше куда-нибудь поближе, чтобы их видно было. Так. Один. Второй. И еще один. Так, и этих накормим морковкой. Можно было морковку на самом деле для этого использовать. Для приготовления там каких-нибудь салатиков, да? Но салатики вырастут. И к тому времени у нас еще и вырастут животные, по идее. Можем мы еще положить? Запас еды полом. Больше положить не можем. Ну, все, нормально. И через 11 часов у меня появятся лошадки свои, бочки свои. Во, нормалек. Ну, не хотел я же кролика разделывать. Ну, что такое? Мы, кстати, салатики тоже можем сделать. Но для этого нам нужно построить еще что-то. Какую-нибудь кухню. Я не знаю, если честно, пока как. И пока не смотрел. И пока мне это не особо интересно. Сейчас я хочу, наверное, пойти все-таки повыполнять немного квестов. За квесты дают, ну, денежную награду, естественно. И прокачиваются, собственно, навыки. Хочу себе, да, поднять вот эти вот навыки владением луком и этого. Кожаных доспехов. Не знаю, зачем кожаные доспехи. Кожаные доспехи меня не особо интересуют. Вообще лучников я терпеть не могу. Но я хочу прокачаться до копья. Хочу посмотреть на копье. Очень интересно. У него там и чарж есть, и, ну, короче, классная штука. По-моему, хочу копье. Вот. Потом из копья можно дорасти до алибарды. Вот. Тоже интересно будет посмотреть. Ну, может быть, когда-нибудь я дорасту, конечно же. Но это фармить и фармить. Очень-очень много. Так, хорошо. Я пока выкладываю свои шмоточки. Вот эти, кстати, все бычки, которые цветные такие. Цветные бычки. Не очень красиво, наверное. Вот с цветной такой упряжей. Или как правильно эта штука называется? Ну, короче. Поклажей, да, наверное. Не знаю. Это все премиумные за... Нет, это... Нет, нет, смотрите. Я думал, что это все премиумные. Вот это вот с желтой такой. У этой самая каемочка это с золотой. Типа это как раз человек, который приобрел легендарный пак за 100 долларов. Вот с такими, как у меня, это самые нищеброды за 30-ничек. С серебряным там, по-моему, 45 стоит или сколько-то, я уже не помню. Вот. Но, по-моему... Кстати, по-моему, бычков давали за серебряный тоже. Ну, короче, не суть. Пойду на квесты. Так. Вот на локации здесь есть небольшие... Поселением это сложно, конечно, называть. Но, в общем, квестгиверы стоят и квесты раздают. Давайте мы возьмем. Я, получается, что я с ними квесты делаю? Мне просто интересно посмотреть. Прокачать с ними репутацию до тысячи, да? Тогда они станут знакомы. Ну, это фракция Королевской Армии. Тогда они станут моими знакомыми. И мы сможем тогда получить доступ к квестгиверам следующего тира. То есть, третьего. И там буду себе дальше фармить мобов третьего тира. Не спеша. Я, в принципе, не спешу. Многие уже побежали. Далеко ушли до фарма там мобов пятого тира в пвпшных локах. Я пока не спешу. Игру изучаю. Но это те люди, которые на прошлых тестах участвовали. Я-то вообще нубас только начал в игре разбираться. Вот. Но интересно посмотреть, сколько там и денежек за квесты будут давать. Причем тоже интересная фишка. То, что у квестгивера определенное количество монет. Когда у него монеты заканчиваются, он квесты уже дать не сможет. Также вы можете принять только один квест. За квесты дают вот всякие такие королевские знаки, которых там у меня уже много насобиралось. Из-за них можно покупать вещи четвертого тира. Ну, такие неплохие, в принципе. Вот. Также вы можете взять только один квест. К сожалению, нельзя набрать все квесты и пойти их по кругу сделать. За один круг по локе пробежавшись, как это было. Как это есть во всех играх практически в онлайновых. Также квесты разделены на... В этой локации есть три типа квестов. Это пойти поубивать там мобов. Есть квесты пойти отнести что-то в другую локацию. За них почти вообще ничего не дают. Я их даже не делал ни разу. И есть квесты... Квесты, квесты, квесты. Насобирать какое-то количество ресурсов. Вот. Они, в принципе, тоже довольно хорошие. Но сейчас меня интересует больше прокачка. Вот я убил браконьера, да, и получил немножко опыта вот в этих двух пунктах. Это владение луком и владение, собственно, этим легкими доспехами. Вот. Ну и, собственно, мне здесь нужно убивать. Блин. Да. Сейчас его полечат. Все хорошо. Я что-то не подумал, что с ним там доктор. Вот. Кого-то... Кого-то убили. Друг, вставай. Я забрал его 100 серебра. Получается, даже в нуболоках, когда вы умираете, вы теряете часть ваших денег. Ну, незначительную часть. Но вы, как бы, фактически не умираете. Вы просто... Ну, вот, да, вот он там на колено стал такой. Сейчас отдохнет немного. В чувство придет, и... Можно будет дальше ему бегать, мобов фармить. Вот. Сейчас повысили респаун... Время респауна мобов, респауна ресурсов. Потому что, вот, буквально вчера здесь было пусто. Просто совершенно пусто везде. Потому что бегала куча народа. Сейчас 24 человека в локации. Потому что все уже поднялись в более высокоуровневые локи. А когда здесь бегало 100 человек, 150, то... Вообще ничего, никого тут нельзя было найти. Ни моба убить, ничего. Вообще, это было, конечно, весело. Ни ресурсов никаких пособирать, ну, да. Вот эта вот лечилка, которая... Вне боя может меня немножко полечить. Помогает. Вот. Ну и, собственно, таким образом фармим. Фармим в себе навыки владения. И... Ну, владения. Умения. Ну, короче. Пользоваться теми вещами или иными. И... Я думаю... Я пока что нажму на паузу. Вот. Березку, например, можно срубить. Тоже по ходу. По дороге. Ну, сейчас они мне не особо нужны, на самом деле. Вот, труда медная. Вот все вот это дерево можно выпилить к чертям. Но они тоже мне не нужны. Эти деревья простые. Но все это можно. Животные тоже прекрасно убиваются. С них прекрасные шкуры получаются. Единственное, тоже момент, то, что вращать камеру нельзя. Это весьма неудобно. Особенно, когда нужно посмотреть, что там где-то за этим деревом огромным находится. Вот я сейчас... Чтобы вы не видели, как я снимаю шкуру, да? Я камеру не могу даже повернуть. Даже если бы хотел. Но можно, кстати... А, все равно. Приближай, не приближай. Ничего не видно все равно. Вот. Да. В общем, пофармлю я сейчас еще этих ребят. Мне тут еще пару человек для квеста убить надо. И мы вернемся. Также тут можно бегать группой себе чудесно. Квестики делать гораздо быстрее получается. Ну и сейчас это более актуально. Что-то не могу подобрать. А, потому что он типа убил. Сейчас это более актуально, потому что мобов стало больше. Народу в этих локах поменьше. Ну и быстрее гораздо получается фармить себе тех же мобов в группе. Причем тут есть еще данжик где-то дальше там. Мы сейчас, может быть, пойдем в данжик и посмотрим на... На босса. Босс... Ну, босс вообще данжик простой. Можно в соло там даже бегать. Но этот именно простой. Есть данжи простые. Рассчитанные на одного там игрока. Он куда-то уже не захотел в данжике. Видимо, он, наверное, квест закончил и... Да, и сваливает. Негодяй. Ну и ладно. Ну вот многие сейчас тут квесты делают. Просто чисто, чтобы репутацию прокатить. Ну, многие, ладно. Не многие. Десять человек из этих двадцати, может быть, и делают квесты. Вообще никого нету уже. Все быстренько перебрались на более высокоуровневые локи сейчас. Но все равно, может, в данжик сейчас пойду, посмотрю. С босса падает просто денег. Приличная сумма. То есть за квест я этот получу триста серебра, а с босса можно там чуть ли не до трех тысяч поднять с этого. И он простой-простой. Просто вообще. Вот, собственно, прошелся я в конец этой подземочки. Практически вот уже докачал до двенадцати тысяч эти навыки, да. И вот здесь вот будет спауниться босс. Его недавно убил товарищ, который, да, тут был до меня. Ну, я подожду, уходить смысла нет, тем более я тут сам. Многие даже просто оставляют тут сперсов своих, да. И просто фармят этого босса, потому что с него реально много денег идет. Вот у меня сейчас пять тысяч. Пять семьсот, да, посмотрим, сколько с него упадет. Плюс часть еще процентов гильду пойдет с него, конечно же. Вот. Спаунится он довольно быстро. Может быть, немножко медленнее, чем обычные мобы здесь спауниться. Но в целом довольно быстро. Я бы тут пострелял бы еще по кому-нибудь сверху. Но не достану, наверное. Подожду. А хотя нет, сейчас, да, реально подняли очень сильно спаун обычным мобам. Вот у меня только что здесь отреспаунился товарищ. А и он, босс, тоже уже отреспаунился. Но все равно довольно быстро. Вот. Он ничем не отличается от обычных мобов. Чуть сильнее бьет, чуть больше хп, но сливается. Ну, просто подземка рассчитана для одного игрока. Просто, чтобы пробежаться, там, босса полутать. За него он неплохо так славы дали. И две тысячи... Короче, сколько там без налогов пришло? Три... Сколько, да, получается? Три... Четыре, да, мы получили. Где-то так. Вот. Вполне неплохо. Плюс в гильдию там ушло немного. Можно, в принципе, еще подождать. Да, я пока здесь один. Вот эти боссы, они очень хороший такой источник денег. Весьма такой приличный. Во, мы подняли, да, отлично. Теперь славу мне уже... Они будут давать мне эти мобы, славу немножко, да? Но навыки уже качаться на них никакие не будут. Вот. Поэтому лучше бы я, конечно, пошел бы и переоделся, потому что... Ну, кстати, вот теперь я могу уже взять... Ну, купить я могу. Скрафтить. А нет, скрафтить я уже тоже могу. Навыки тоже я прокачал. Я могу, значит, себе скрафтить копьецо. Ну, не знатока, может быть, да? Или знатока он идет. Можно создать, да. Наверное. Нет, копье странника, получается. Знаток это уже следующий тир. Третий тир это вот как раз копье странника. Могу скрафтить. Снаряжение охотника странника, да. И можно теперь будет переодеться на копейщика. Ну, я подожду сейчас еще этого моба, пока никого здесь нету. Да, если кто-то зайдет, то он пока пробежит по вот этому всему лабиринту. То, ну, время у меня будет. На самом деле, вот да, буквально вчера, ну, вчера еще чуть получше было. Вчера уже начали спаун поднимать. Вчера много народу уже ушло. А вот позавчера в этой подземке сидит 25 человек и мобов просто нет. Просто ни одного. Все бегают по ней, ищут мобов, а нет. Где-то кто-то кого-то нашел, втихаря убил и все, и больше снова нет. Вон там в чатике пишут, что продают лошадку за 10 тысяч или за 15 этого быка. Да, то есть тут можно убить, вон, пятерых вот этих мобов. Ну, ладно, не пятерых. Нет, пятерых, все правильно. Ну, если по 3 тысячи, да, мы будем с каждого получать. Да. Да. И можно будет прикупить себе лошадку или быка, но мы уже вырастим их через 11 часов. Поэтому вот, кстати, он уже отреспаунился. Ну, довольно быстро, на самом деле, отреспаунился. Так, еще разок, сколько у меня там? 9-100. Посмотрим, сколько сейчас я с него получу без этих всех процентов, налогов и всего остального. Ну, по идее, 3-600, да, с него было, а я получил, ну, сколько? 9-100 было? Нормально так, 3-400 я получил. Правильно? Не правильно. Короче. Не важно. Нормально так получается по деньгам. Уже, вон, 12 тысяч. Можно постоять здесь, пофармить его, на самом-то деле, пока никого нету. Я даже, наверное, этим, может быть, и займусь. Ну, с другой стороны, идти дальше там и дальше, как бы, будут более высокоуровневые такие же подземки, да, и там можно будет точно так же фармить, и больше будет денег идти с таких же мобов. Но там, ну, вот вся сейчас основная масса людей пошла уже туда, поэтому я даже не знаю. Можно и воспользоваться ситуацией, и убить еще парочку-троечку таких вот, да, ребят. Вот. Ну, а на этом я, наверное, закончу наш такой пробничек. Если кому, кого игра заинтересовала, то я под описанием, если кто-то захочет, да, купить себе пак основателя, поиграть сейчас на закрытом бета-тесте эти 3 месяца, то я оставлю ссылочку на мою реферальную ссылочку, с которой я, если вы приобретете пак, я, может быть, что-то получу там, есть там, пригласите подруга, у нас такая функция в игре, да, и, собственно, добавляйте меня в друзьях, если что, может, в гильду даже, ну, в гильду с товарищем по Heaven and Hearts, гильду свою, типа, создали, можно в гильду, может, взять, будет кого-то, да, вот, ну, посмотрим, если что. Я пока еще тоже в игре разбираюсь, и не знаю, как, надолго, насильно она меня затянет, поэтому тоже обещать, что буду долго там играть, не могу, вот, потому что, ну, вот, в тот же хих мы в Heaven and Hearts два месяца поиграли, ну, и уже играем, ну, так, сейчас очень-очень редко, да и времени сейчас не так много, вот, но игра определенно интересная, интересная и своей мобильностью, опять же, да, и своей задротской вот такой вот прокачкой, на самом деле, интересная, и, ну, крафтом, тоже интересно крафтом, то, что, да, можно заниматься исключительно одним крафтом, там, скупать резы, там, на том же аукционе, да, и крафтить, зарабатывать на этом деньги, строить себе, там, обустраивать свой остров, ну, в общем, есть чем заняться, на самом-то деле, можно в гильду в какую-то серьезную пойти, там, да, и серьезным PvP, там, заниматься, например, захватом территории у нас, да, на карту, если глобальную посмотреть, то вот в PvP-шных зонах территорию все вот эти у нас, их можно захватывать, вот тут расписание, осад идет, вот, все, можно, можно заниматься серьезным таким PvP-гильдия против гильдия, гильдия против гильдии, ну, вот, как-то так, хорошо, ребят, пока что, всем спасибо за просмотр, всем пока, и увидимся в следующей серии.